Всем добрый день! В данном видео мы продолжим процедуру, начатую в предыдущем. И после подготовки кожи при помощи гальванической дезинкрустации мы можем провести форез. Форезы – это процедуры, которые позволяют при помощи различных физических факторов, то есть ультразвука, электрического тока, возможно, низкоэнергетического лазера, ввести в глубокие слои кожи, то есть на уровень базальной мембраны эпидермиса и даже в дерму, активные вещества, например, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту или какие-то другие активные компоненты, витамин С, миоцинамид и прочее. В данном случае мы выбрали вариант электропорации, то есть это безинъекционная мезотерапия, так эту процедуру еще называют, где воздействие на кожу осуществляется при помощи переменного тока, вводить мы будем в золотой стандарт для проведения безинъекционной мезотерапии низкомолекулярную гиалуроновую кислоту в виде гелеконцентрации с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И дальше мы завершим процедуру, возможно, успокаивающей и увлажняющей маской. Сейчас в летний период очень актуальны гелевые маски, которые имитируют гидрогелевое покрытие. Возьмем маску АК Удовольствия для завершения процедуры и нанесем какое-то финальное средство, которое данному пациенту лучше всего подойдет. Мы будем использовать аппарат компании АУПРАК-112. Это монофункциональный аппарат для проведения электропорации или безинъекционной мезотерапии. Здесь достаточно простой интерфейс. С таймером мы устанавливаем время. Интенсивность мы будем увеличивать по ощущениям пациента, по аналогии с воздействием постоянным гальваническим током. Компания-производитель не обязывает нас пассивный электрод обязательно оборачивать, например, в изолирующий слой какого-то материала. Можно держать и просто в руке. Но по опыту я поняла, что лучше обернуть, потому что так комфортнее для пациента, потому что по электроде тоже возникают при контакте с кожей какие-то покалывания, возможно, жжения, и салфеточка, она подохраняет кожу. Активный электрод у нас представлен в виде вот такой манипулы. Встречаются на рынке аппараты, в которых есть встроенный контейнер для активного средства. Уже в электроде. На самом деле и те, и те аппараты имеют право на существование, просто здесь реализованная функция проще. И при этом в варианте мы наносим активное средство непосредственно на кожу и при необходимости добавляем его в процессе процедуры. Еще хочу сказать, что в данном случае используется ток переменный, то есть плюса и минуса как какого-лиминуса, плюса здесь нет. Здесь ток дрифует от минуса к плюсу, от плюс к минусу, то есть постоянный идет дрейф полярности. Поэтому здесь не важна полярность средств, которые мы наносим на кожу. Здесь другой механизм проникновения веществ в кожу используется. Здесь открываются так называемые микроаквапоры, которые пускают активное средство, если оно имеет небольшую излучную молекулу, через мембрану клетки. Открываются они при воздействии электрическим током буквально на микросекунды. И за это время как раз у нас происходит электропорация, то есть проникновение активных веществ в глубокие слои эпидермиса и дерма. Перед началом проведения процедуры, напомню, что кожа у нас уже очищена, даже проведена гальваническая дезинкрустация, то есть глубокое очищение кожи, кожа платонизирована, мы наносим активный гель-концентрат, в данном случае с низкомолекулярной филуроновой кислотой. Наносим средним, ближе к тонкому слою. И в процессе процедуры мы будем непосредственно из флакончика добавлять по мере необходимости наш активный концентрат. Обрабатывать кожу мы будем в течение 10 минут по массажным линиям. Если мы обрабатываем и зону декольте, и зону шеи, то мы никогда не обрабатываем область щитовидной железы, потому что никакие аппаратные методики в этой области не используются. Но низкомолекулярную гиалуроновую кислоту мы нанести туда можем. Противопоказаниями к данной процедуре являются все те же самые противопоказания, что и для других электрометодик, и вообще для аппаратных процедур. То есть это в первую очередь онкология, беременность, хронические заболевания в стадии обострения какие-то декомпенсированные, то есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной, с мочевыводящей системой, с желудочно-кишечным траком. То есть заболевания аутоиммунные, соединительной ткани заболевания, сахарный диабет декомпенсированный. То есть все те противопоказания, которые мы уже многократно обсудили в наших вебинарах, в наших видео, когда речь шла об аппаратных методиках. Кроме того, так как электропорация у нас методика с использованием электрического тока, то важно, чтобы в зоне обработки не было металлических конструкций, то есть не было дентальных имплантов, не было элементов остеосинтеза, каких-то армирующих нитей, нерассасывающихся, так называемых золотых нитей. И таким образом это все нужно выяснить заранее, до того, как вы приняли решение делать пациенту такую процедуру. Мы нанесли гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Я не буду убирать далеко флакончик, потому что непосредственно перед манипулой я буду наносить дополнительное количество этого препарата. Всего на процедуру уходит в среднем 5 мл геля-концентрата. Этого достаточно для того, чтобы внедрить ее в глубокие слои кожи. По аналогии с воздействием постоянным током, здесь тоже мы выставляем интенсивность воздействия по ощущениям пациента до появления легких мурашек и покалывания. Ну вот мы поставили интенсивность на пятерочку по ощущениям. Можем в процессе корректировать силу тока. И такими спиралевидными, либо прямыми движениями, в принципе как при фонофорезе мы обрабатываем равномерно всю поверхность кожи. Двигаемся по массажным линиям, не растягивая кожу. Если у нас уже, допустим, много препаратов израсходовалось, а кожа его очень хорошо поедает, мы можем взять тоник и смачивать поверхность кожи для того, чтобы у нас манипула лучше скользила. Среди ощущений пациента может быть подергивание мимических мышц, не должно быть сильных каких-то сокращений, но в некоторых зонах небольшое напряжение мышц – это нормально. Мы обработали всю поверхность кожи, завершаем нашу процедуру. Желательно отключить аппарат и потом все-таки убрать нашу манипулу от кожи. И теперь остатки гиалуроновой кислоты мы можем либо, например, закрыть альгинатной маской и оставить еще на 15-20 минут, либо можем снять остатки гелеконцентрата с гиалуроновой кислотой, например, ватными дисками с тоником, и положить успокаивающую, увлажняющую, например, гелевую маску, которая актуальна сейчас в летнее время. И мы выберем маску Акваудовольствия для завершения данной процедуры. Так как мы собираемся наносить на завершающем этапе маску с активными компонентами, то остатки гелеконцентрата, который не внедрился в эпидермис, мы убираем обычной чистой водой. После этого я протру кожу тоником и воспользуюсь маской Акваудовольствия. Протрем кожу тоником. Перед нанесением маски возьму ромашковый тоник из натуральной линейки Бью маски Эстонер и готовим кожу к нанесению активной, увлажняющей и улучшающей цвет лица гелевой маски. Я специально взяла мини-формат этой маски, чтобы его вам показать, и наносим маску Акваудовольствия. Важный нюанс. Маска Акваудовольствия, она наносится достаточно толстым слоем, чтобы она не подсыхала в процессе экспозиции и имитировала собой гидрогелевое покрытие. То есть фактически она лежит на коже, как большой гидрогелевый патч. И оставляем на 15-20 минут. Если какие-то участки ее будут подсыхать, то мы можем увлажнить поверхность маски или при помощи спрея, или кисточкой, любым успокаивающим нейтральным тоником. Маску в конце экспозиции мы снимаем влажным компрессом. Можно, в принципе, если не жалко, тоником пропшикать салфеточку и снимать сразу тоником. Завершаем процедуру нанесением финального средства. В данном случае мы возьмем легкую эмульсию. Это крем для комбинированной кожи с SPF 15. Которым мы закончим нашу процедуру, которая у нас состояла из двух этапов. Подготовка кожи и глубокое очищение при помощи гальванической дезинкрустации и безинъюционная мезотерапия, то есть электропорация, введение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи при помощи переменного тока. Мы закончили нашу процедуру без инъюционной мезотерапии, электропорации. Если видео было для вас полезным или интересным, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. И если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok